Всем привет. Меня зовут Андрей Рышкин, технический директор компании Агима. Мы очень много работаем с субподрядом. Сегодня расскажу, как мы это делаем, какие вещи ожидаем от них услышать, как вам, как компании, начать работать с крупными агентствами вроде нашего. Поделюсь какими-то лайфхаками, которые у нас есть. И начну с того, что расскажу, зачем вообще нужен субподряду такая прослойка между ними и клиентом в виде агентства вроде нашего. То есть вообще, если так подумать, зачем вы нам нужны, это прежде всего масштабирование. Если пытаться все построить у себя in-house, приходится или отказываться от проектов, или приходится факапить какие-то проекты, не получается делать их планово, спокойно, мирно, тихо. Например, если у нас какой-то клиент внезапно захотел построить себе еще один какой-то мощный сайт, у нас под этого программистов сейчас не запланировано, нам приходится их быстро набирать. Точно так же, когда этот проект закончится, нам придется их быстро увольнять. Нанимать людей приятно, увольнять людей неприятно. Поэтому нам проще отдавать такие заказы на аутсорс. Кроме того, мы так можем снизить какие-то свои риски. Если мы берем, например, проект, который не в нашей компетенции, например, берем проект на UI, по которому у нас программистов внутри нету, мы можем спокойно отгрузить его нашему подрядчику, который обладает конкретно этой компетенцией. Плюс бывает работа, которой мы переросли, и под них уже кадры не держим. Например, в очередной 155-й раз разместить модуль новостей нам неинтересно тоже. Мы пытаемся заниматься разработкой, которая требует каких-то мозговых усилий. И если у студии, которая готова с нами сотрудничать, есть молодые специалисты, которые учатся, мы готовы их покачать и на своих проектах тоже. Зачем это нужно субподрядчикам, то есть вам? Прежде всего нужно помнить о том, что рынок очень большой. Больше 10 тысяч студий сейчас существует. Очень высокий, очень низкий порог вхождения. Для того, чтобы стать веб-студии, достаточно уметь программировать, рисовать, делать SEO, размещать контекст, что угодно. После этого можно сделать ИП, ООО и выложить студию, которая может уже попасть в такие рейтинги. И при этом очень большая конкуренция. При этом очень высокая смертность. И то есть компании как появляются, так и умирают быстро. При этом общая сумма в 10 тысяч компаний из года в год практически не меняется. Хотя состав этих команд меняется. Некоторым компаниям удобнее, привычнее работать с клиентами, переваривать их в поток сознания, встречаться с ними, делать долгие, дорогие продажи, рассказывать, что такое Web 2.0 или что такое Bittrex, что такое PHP, что такое сайт и так далее. А кому-то привычнее работать со своими. Теми, кто уже знает все эти истории, кому не надо рассказывать, что такое Bittrex, кому не надо продавать какие-то технологии и пытаться там толкаться со своими конкурентами, которые будут продвигать или свою CMS, или свой подход и так далее. Но это тоже рынок в рынке. Здесь есть много игроков, которые умеют на нем профессионально работать, и игроков, которые не умеют на нем профессионально работать. Много компаний, которые вообще не делают разницы между работой напрямую с клиентами и работой напрямую с каким-то топ-агентством. Прежде всего нужно понимать из таких плюсов и минусов, которые у вас есть, если вы работаете с агентством. Плюс это, несомненно, то, что вам не нужен продажник. Вам не нужны аккаунт-директора, которые будут, или сейлзы, которые будут обзванивать клиентов, участвовать в тендерах, заниматься какими-то входящими заявками, их бесконечно обрабатывать. Вы можете присосаться к какому-то агентству и получать от него заказы. Все, что вам нужно, это сделать, зарекомендовать себя как хорошего подрядчика. Плюс у вас может быть меньше рисков в плане, вы работаете с одной компанией или с несколькими компаниями большими, с которыми вы привыкнете работать, вы с ними приобрететесь, поймете, какие у вас есть проблемы, плюсы, минусы. У вас не будет каких-то неожиданностей. В то время, как работая с клиентами каждый раз новыми, у вас такие неожиданности могут появляться. И это тоже риски. Вы можете взять нового клиента, с которым вроде все супер, начать работать, а потом на половине работы он по той или иной причине отвалится. Проще выставлять доп.касты топовым агентствам, чем клиентам. Клиенты, как правило, не понимают, за что их кастуют, или у них есть фиксированный бюджет, который они не вправе превысить. У агентства ни первого, ни второго ограничения нет. Во-первых, там компетентные люди, скорее всего, будут сидеть, которые оценивают, что да, действительно, вы заслуживаете вот этот доп.кост, который просите, и во-вторых, у них всегда есть возможность из своего кармана доплатить, если они что-то недозавожили в изначальное ТЗ. Прокачка. То есть у нас, например, проект гораздо интереснее и мощнее, скажем так, чем те в большинстве своем, которые приходят через какие-то общие каналы. Здесь, если работаете с какой-то интересной студией, крутой, по дизайну, по SEO, по продакшену, по разработке, неважно почему, там по-любому будут сидеть какие-то спецы. И эти специалисты, как правило, они обладают высокой экспертизой, которые могут поделиться с сотрудниками, которые с вашей стороны будут работать с этим агентством. У нас, например, это заключается в том, что темлиды делают код-ревью, указывают на ошибки. У нас есть куча регламентов, стандартов программирования, стандартов верстки, стандартов чек-листов, приемки сайтов, эксплуатации и так далее. Всем этим мы вынуждены делиться так или иначе, потому что это наше требование к субподрядчику, как он должен выполнять свою работу. Обладая всеми вот этими материалами, знаниями, компетенциями, вы тоже наращиваете свою экспертизу. Плюс вы учитесь работать с большими клиентами, которые есть у этого топового агентства. Потому что мы зачастую зеркалируем или как-то иначе доносим требования, которые получаем от своего клиента. И это все-таки такой тоже профит. Вы начинаете работать с командами, с компаниями, которые заведомо играют в высшие лиги. Начинаете учиться их правилам, начинаете учиться понимать, быть готовыми к тому, что если к вам такой клиент придет, у вас какие-то процессы уже будут выстроены. После этого можно уйти работа с клиентом, например. У нас есть один пример хорошей студии, субподрядчика, которая работала на нас очень много, закрывала нам безумный объем часов каждый месяц. И в какой-то момент они настолько прокачались, то есть написали регламенты похожие на нас, у них программисты прокачались, что они взяли себе очень хорошего московского клиента, хотя студии из регионов, и с нашими регламентами, с нашими стандартами начали с ними работать по time and material, со всеми программистами. У них выкупили всех программистов, это порядка 20 человек, которые раньше работали на нас. И они хорошо зажили. Сказали нам спасибо за прокачку за долгое время, которое мы провели вместе и ушли. С кем работать? Много компаний есть, порядка 10 тысяч топовых, или тех, кто говорят, что они топовые, тоже очень много, порядка сотни. Как понять, с кем нужно работать, кого мы выбирать? Во-первых, есть рейтинги, в которых публикуются места, динамика роста компаний. Их несколько, их много. По ним можно отслеживать, какие компании вам могут быть интересны. Помимо этого, можете из интересных рейтингов выбрать интересное агентство, потом посмотреть их портфолио, убедиться в том, что их направление соответствует вашему. Например, если вы видите, что у них там только брендинга, вы занимаетесь программированием, вам, скорее всего, это агентство не нужно. Кроме того, отслеживайте активности. То есть те агентства, которым нужны подрядчики, так или иначе свою активность проявляют. Вот я здесь стою, это как бы намекаю. Немножко на то, что нам тоже требуются подрядчики. Если кто-то у себя на сайте размещает такие объявления или в фейсбуке дает рекламу и так далее, это значит, что люди сейчас в этом нуждаются. Самое время написать им, попробовать повзаимодействовать. Здесь важно не просто написать, что мы крутые чуваки, давайте работать вместе. Таких запросов мы получаем безумное количество. И, естественно, качественно обрабатывать их так же сложно, как и обрабатывать входящие потоки клиентов. Например, если проводить такую аналогию, входящие потоки от заявок от наших клиентов, мы пресекли в один момент, поставив такой фильтр. У нас сидит девочка, которая на телефоне или на почте принимает все входящие звонки и не пускает никого дальше после того, как клиент проходит простой тест. В основном у нее скрипт работает так… Есть один миллион? И говорят, нет, до свидания. Ну, не совсем так происходит, конечно, но вот это первый фильтр, который позволяет всей компании не трудиться над тем, чтобы обрабатывать бесконечное количество лидов. Их очень много. То же самое с подрядчиками. В первом письме лучше всего написать сразу самые важные вещи, которые от вас могут быть интересны вашему потенциальному партнеру. Это ваши ставки, это объемы, которые вы готовы закрывать, это по какой форме вы работаете, с НДС, без НДС, это когда вы готовы начинать работу, готовы ли вы тратить время на тестовые задания, готовы ли вы работать по постоплате или какие-то другие условия у вас есть и так далее. Все эти вещи позволят вам сократить раунд вопросов, которые последуют неизменно после вашего обращения, а зачастую и вообще позволят пробиться к такому агентству, потому что если мы видим, что представление студии сделано очень по-дилетантски, скорее всего, и компания дилетантская, скорее всего, она нам не нужна, мы напишем в последнюю очередь, чем той, которая предоставит, например, профиль своих сотрудников, специалистов, сразу распишет ставки, условия, скидки и так далее. Скидки от объемов я имею в виду. Есть ли у вас свои тестировщики или нам придется своих привлекать? Готовы ли вы давать прямой доступ к программисту, дизайнеру? Или нам нужно будет работать через вашего менеджера? Или наоборот, менеджмент вы ожидаете, что мы заберем на себя? Это тоже важно. Также нужно понимать, на кого выходить. Если вы пишете на общую почту, типа инфо, собака, компания.ру, не факт, что ваше письмо сфорвардят нужным людям. Если вы хотите работать с подрядчиком по всему циклу производства, и вы считаете, что у вас все ваши направления и компетенции сильны, ищите человека, который называется продакшн-директор или исполнительный директор. Скорее всего, это будет какая-то специальность, которая заключает в себе то, что он управляет всем производством. Если вы занимаетесь конкретно программированием, пишите техническому директору. Чаще всего у него голова болит, кто у него будет пилить тот или иной проект. Креативный директор, арт-директор. Вот такие люди. Нужно понимать, кто в компании этим занимается. Вот такие таргетированные запросы, они работают лучше всего. После того, как вы как-то вошли в компанию, начали работать с ее сотрудниками, чаще всего передают кому-то из других сотрудников. То есть исполнительный директор не будет продолжать с вами коммуникации. Он передаст вас, например, менеджеру. Если вы продолжаете писать исполнительному директору по поводу новых заказов, скорее всего, у него не будет времени вам отвечать. Пишите менеджеру, которому он вас передал. Это тот человек, который должен обеспечивать коммуникацию между студией и вами, который должен вам давать новые заказы, отвечать на ваши запросы об оплате и так далее. Тот человек, через которого вы вошли, как правило, это эскалация каких-то проблем. То есть к ним нужно обращаться, когда менеджер вас не понимает или начинает на вас давить, или начинает на вас гнать и так далее. А про проблемы потом. Про взаимоотношения. Бывают договорные, когда мы четко работаем по договору, и так называемые по понятиям. Кто мне скажет, какие плюсы есть у работы по договору? Только четко по договору начинаем работать после подписания заказа, начинаем работать только после получения оригинала, до дополнительного соглашения и так далее. Какие плюсы есть в такой работе, бюрократической немножко, для подрядчика? А гарантия получения оплаты почему? Не, ну это засделано. А если вот вы договор подписали, в котором написано, что вы намерение хотите, ну выразили намерение произвести какой-то продукт за определенную сумму и после этого платить его в течение какого-то времени, и начали работать. И что-то пошло не так, и агент сказал, мы не хотим больше с вами работать. Что тогда происходит? Если говорить про вот такие договорные взаимодействия, вот расторжение договора, какие-то претензионные письма, досудебные какие-то разбирательства, письма тоже, до этого у вас очень редко, когда дойдет с агентством. Потому что, скорее всего, вы начнете работать быстрее, потому что нужно работать быстрее, чем бумажка дойдет, там акт подписанный и так далее. У вас не будет времени, скорее всего, подождать, пока все бумаги, юридические тонкости и так далее, вы согласуете, подпишете, передадите. Особенно чаще всего вы будете в разных городах. И если вы будете стараться работать по документам, так тоже можно делать, особенно в эпоху электронного документа оборота. Но зачастую будут обгонять те компании, которые будут быстрее у вас брать эти заказы. Потому что скорость реакции на заказ – это супер важно. Это тоже плюс, который есть у подрядчиков. И вот мы, даже как сами являясь подрядчиком для наших клиентов, тоже всегда очень четко прикрываем себя с юридической стороны. Например, года два с половиной назад мы сделали один проект. Нам за него не заплатили. У нас на руках были подписаны акты все. И по суду мы могли их забрать. У нас реально есть акты. Это стопроцентный козырь того, что клиент у нас работу принял, но не заплатил. Прошел суд арбитражный. Арбитражи тогда были переполнены на 250%. Сейчас переполнены, наверное, на 150%. И мы за два с половиной года с контракта, не оплаченном на полтора миллиона рублей, получили 9 тысяч рублей. Вот это как бы наш выхлоп из того, что мы выиграли суд за два с половиной года. Поэтому надеяться на то, что если вы четко договоритесь, точнее четко пропишите все в договоре и начнете работать с топовым агентством, с любым агентством, и вас это защитит и поможет получить деньги, это, мне кажется, очень слабая надежда. Здесь больше работает, так сказать, по понятиям. Потому что что двигает агентством, когда они берут вас на субподряд? Зрелым агентством, я имею в виду. Это желание найти себе хороших партнеров, которые будут помогать им снимать себе нагрузку какую-то. По крайней мере у нас такая история. Нам не важно и не интересно попробовать найти чуваков, на которых мы быстро наваримся и кинем их. Потому что, во-первых, пойдет какая-то нехорошая молва о нас. Рынок веба очень узкий, все друг друга знают. Достаточно в фейсбуке написать какую-нибудь какашку про компанию. Все это подхватят, помусолят, и никто с вами уже работать не будет. Во-вторых, это просто невыгодно. Если вы работаете с каким-то агентством серьезным, им действительно интересно и нужно, чтобы у них был грамотный субподрядчик. Поэтому здесь понятийные договоренности, то есть зафиксированные, обязательно зафиксированные. Можно почтой, можно документом, можно как угодно. Главное, чтобы они у вас были зафиксированы. Но не обязательно подписанные с двух сторон договора с идеальными формулировками, вовремя полученными дополнительными соглашениями и так далее. При этом важно, опять же, про договоренности, когда вы начинаете работать с такой компанией, сразу прояснять, какие ожидания у вас, какие ожидания следует делать, точнее оформлять у своего агентства, с которым вы работаете. Во-первых, не должно быть так, что вы согласились пилить какой-то сайт за определенную сумму, но вам непонятен с коуп работ. Не должно быть так, что вы начинаете обсуждать, когда будет принят сайт в момент, когда вы его закончили. Не должно быть так, что вы узнаете о том, что оказывается там есть какой-то код-ревью, который проводит наш тимулит, и он будет еще правки вашим программистам давать. Или о том, что у нас есть, например, свои тестировщики, которые тоже будут тестировать сайт. Или о том, что мы ожидаем, что две недели у нас есть на приемку сайта, потому что клиент его будет тоже принимать. И мы это будем транслировать на вас. Все эти вещи, которые, все эти риски, подводные камни и так далее, проговаривайте заранее. Это, в принципе, как работа с агентством, так и с клиентом напрямую. Но агентство может всегда покосить под дурачка и сказать, ну, у нас так всегда. Вы договор читали, там, например, в 85-й строке написано, вы просто не прочитали, наверное. Ой, или мы вам в старую форму договора скинули, сейчас новую скинем, там все написано. Если вы заранее это все проговариваете, фиксируете, у вас есть всегда пруфы, и вам и агентству будет легче работать. Сроки оплаты тоже самое. Это может казаться капством и какими-то советами для тупеньких, но, наверное, не меньше сотни компаний, которые через нас прошли, начиная с нами работать, не спрашивали про сроки оплаты. Или не просили у нас договор, в котором это прописано. Или просили договор, но он у нас рамочный, а сроки оплаты у нас прописаны в дополнительном соглашении. А они его не просили. И в договоре не увидели сроков оплаты. И их это не удивило. То есть сколько мы будем оплатить потом, им, по-моему, неинтересно. Здесь важно то, что работая с какими-то топовыми агентствами, это, как правило, всегда постоплата. То есть вам нужно следить за кассовыми разрывами, и вам нужно понимать, какие убытки вы от этого несете. Не бойтесь раскрывать свои данные агентству, говорить, что вот у меня такая, например, средняя зарплата программиста, столько-то часов он закрывает, я ему плачу такую зарплату, вот мои накладные расходы, вот моя маржа, меньше этого я работать, например, не могу. Больше этого я работать могу, и вот моя стандартная ставка, например, для клиентов, для вас я даю вот такую стоимость. Это отлично работает. Мы с такими клиентами, с такими подрядчиками также прозрачно открываем, какие у нас бюджеты, скажем так, с клиентом, какие мы можем позволить себе косты на этом проекте. И это позволяет сокращать нам время намного. То есть мы не торгуемся и пытаясь угадать, у кого какая стоимость, а мы напрямую говорим, что у нас есть столько-то денег, готовы ли вы взяться за такой проект. С ними обсуждаем. Завышать и шантажировать тоже. Бестолковая затея, она недолговечная, точно такая же, как и со стороны агентства, попробовать вас кинуть. Если агентство вас один раз кинет, вы с ним больше работы не будете, это невыгодная история. Если вы попробуете на середине проекта сказать, что нам нужно еще 100 тысяч рублей, помимо тех статей, о которых мы договорились, или мы дальше не работаем, эта история тоже работает один раз. Она тоже невыгодна. Ваша главная цель – это плавный стабильный рост. Начинайте работать с агентствами с одного заказа, небольшого. Начинайте тестировать друг друга. Прежде всего формат взаимодействия, а не, скажем, уровень компетенции менеджеров, которые там есть. Пусть ваши программисты или дизайнеры поработают над какими-то проектами, вы получите первую оплату, тогда можете наращивать объемы. Помните о том, что у вас есть кассовые разрывы, помните о том, что это постоплата. Понимайте всегда для себя, какой объем вы можете отгружать веб-студиям, которые зачастую не платят никаких предоплат. Если вы об этом думать не будете, это будет плачевно, потому что, например, если такой простой пример я привожу, если студия ест на зарплаты, скажем, 200 тысяч рублей в месяц, то на два месяца вам нужно 400 тысяч рублей. При этом, если у вас прибыль 100 тысяч рублей в месяц, то копить на нее нужно будет от 4 до 8 месяцев, прежде чем вы сможете себе позволить вот этот кассовый разрыв покрывать из своей подушки и брать новые заказы на то, чтобы на постоплате. Это важный момент. У нас есть несколько компаний, которые, работая с нами и с другими студиями, обанкротились. Была прикольная компания, которая сказала, что мы очень хотим научиться работать с таким агентством, как вы, поэтому мы хотим месяц на вас поработать бесплатно, потому что мы не готовы пока за свои процессы брать деньги, но мы сейчас прокачаемся, и все будет хорошо. И закрылись через месяц. Все у них разбежались. По поводу проблем с обеих сторон. Одно и то же. То есть если вы накосячили где-то, исправляйте. Не надо пытаться ужать те, не знаю, 10 часов, которые вам потребуются для того, чтобы дизайнер исправил макет или программист закодил баги, которые наплодил и так далее. Это опять же история выгодная на один конкретный день. А вам нужно строить долгосрочные, интересные, взаимовыгодные отношения. То же самое и с агентством. Если они где-то накосячили, например, упустили какую-то вещь, которую должны были вам сказать, они не вправе требовать вас, чтобы вы это сделали в ту же самую сумму. Это допкост, это справедливый допкост. Это добросовестность, это главная основа такого взаимоуважения между двумя компаниями. Вот у нас есть любимые подрядчики, с которыми такая история работает. И вот с ними мы будем, даже когда у вас какие-то конфликтные ситуации, всегда пытаться находить взаимовыгодный какой-то выход. А те, кто пытаются на нас экономить копеечку или пытаются нас как-то подставить, или пытаются где-то какую-то маленькую выгоду получить, вот с теми, как правило, работы у нас много не идет, и чуваки сами себя лишают большого куска пирога. Штрафуем мы редко, несмотря на то, что у нас и в договоре прописаны штрафные санкции, и в отдельном документе понятийном у нас вообще жуткие штрафные санкции. Это порядка четырех нормы часов по ставке в этой веб-студии, с которой мы работаем, за каждый день просрочки. Но всего штрафов я на своей жизни помню штук пять за всю историю, когда мы работали где-то года четыре уже активно с субподрядчиками. Нам это тоже неинтересно, сэкономить копейку вместо того, и потерять, например, подрядчика, вместо того, чтобы вместе с ним эту ситуацию исправить, и в дальнейшем не допускать. У меня все на этом. Спасибо за внимание. Может быть, есть какие-то вопросы к Андрею? Да, давайте сейчас микрофончик передам. Скажите, пожалуйста, можно поподробнее по ситуации, которую вы сказали, полтора миллиона договор, и 9 тысяч в итоге получили. Я так понимаю, что это была студия, которая, наверное, работающая, или просто контора закрылась? Это было ИП. На счетах ноль. Поэтому ничего не забрать. Поэтому еще не получили. Приставы занимаются. Мы оплатили адвоката из другого города, который тоже занимается. Все занимаются, но денег 9 тысяч. Кто-то еще? Или больше нет вопросов? Нет. Не забыли. Может, нет, нет...